Привет! Перед сегодняшним обзором хочу поздравить всех причастных с праздником, с днём ВМФ. Поздравляю всех, от матросов до адмиралов, особенно тех, с кем я служил с 2000 года по 2002 год. И отдельно хотелось бы поздравить своего командира, сдамного Дмитрия Геннадьевича, капитана 2-го ранга. Ну а мы переходим к обзору аккумуляторного перфоратора Makita DHR202. Начнём, как всегда, с комплектации. Поставляется перфоратор в пластмассовом кейсе с металлическими застежками. Комплектуется зарядным устройством на 9 А, металлическим ограничителем глубины, фирменной ручкой и одним аккумулятором на 3 Ач, который также подходит к другому инструменту фирмы Makita. Вот, для примера, на шорт-повёрте. У перфоратора имеются три режима работы. Сверление, сверление с ударом и чисто удар. Оборуды регулируются путём нажатия на выключатель. Также есть реверс. Вправо-влево. В месте, где аккумулятор присоединяется к перфоратору, стоят амортизаторы. Это нужно для того, чтобы не ломалось и не разбивалось посадочное место аккумулятора к перфоратору. Ну и по характеристикам. Перфоратор 18-ти вольтовый. Число оборотов от 0 до 1200 оборотов в минуту. Число ударов от 0 до 4000 ударов в минуту. Максимальный диаметр сверления 20 мм. Произведён в 2018 году на заводе Makita в Китае. Общий обзор сделали, теперь будем его разбирать. Как всегда, в первую очередь снимаем угольные щётки. Сначала убираем заглушку. Здесь подковыриваем чуть-чуть. Сняли. Ну и теперь выкручиваем колпачок. И вытаскиваем щётку. Также и с другой стороны. Вот они щётки поближе. Щётки у нас медно-графитовые. Ширина щёток 11 мм. Толщина 7 мм. Высота 11 мм. Ну и теперь разбираем электрическую часть. Откручиваем здесь 9 винтов. И здесь 2 винта. И снизу 2, то есть 4. Раскручиваем. Открутили. Теперь снимаем нижнюю часть. И отделяем электрику от механики. Ну и вскрываем корпус электрики. Ну что мы здесь видим? Кассета с магнитами. Охлаждающая пластина с диодом. Щёточный узел. Выключатель. И диод. Теперь вытащим всю внутрянку. И всё будет покрупнее. Вытащили обоймы с магнитами. Покрупнее. Диод с охлаждающей пластиной. Щёточный узел. Стоит из двух частей. Они винтом крепятся. Выключатель. С резиновой вставкой, чтобы не попадала пыль. Диод для подсветки. И пластина, которая прижимает якорь. Стоит в корпусе. Нижняя часть корпуса. Вот как раз эти амортизаторы. Резиновая стоят с одной. И с другой стороны. То есть они снимаются. Флажок реверса выключателя. Теперь достаем якорь. Здесь так же как 24-70. Он сидит на подшипнике. Пошатываем, пошатываем. Вот вышел. Якорь поближе. Видно якорь частично бронирован. Со стороны коллектора стоит подшипник. 627 подшипник. А со стороны крыльчатки. 6200. Бронь покрупнее. Чтобы видели. Какой здесь слой нанесён. Теперь разберём механическую часть. Убедимся. Такая же ли она как 24-70. Вначале снимем переключатель режима. Сняли. Теперь снимаем. Верхний колпачок со ствола. Сняли. Ну а теперь снимаем вот эту скобу. Снимаем всю наброску. Здесь всё стандартно. И пружину. Вот она верхняя наброска и выключатель покрупнее. Как видно особого отличия. Никакого отличия от 24-70. Тут нету. Ну и вытаскиваем внутрянку. Как видно в механической части всё стандартно. Так же как и в 24-70. Вроде как все основные узлы и детали я вам показал. Теперь посмотрим на зарядку и аккумуляторы. Будем всё это собирать. Аккумулятор, как я уже говорил, у нас на 18 вольт. Емкостью 3 Ач. В аккумуляторной батарее имеется индикатор уровня заряда. Вот сейчас полностью заряжен. Вот я раскручиваю 4 винта. Раз, два, три, четыре. Под одним стоит пломба. Открутили. Вскрываем. Плата поближе. Видно, что плата залита герметиком. Элементы, как видно, стоят фирмой Sony. Такие же использую компания Hilti. Распаивать его, конечно, не буду. В этом смысла не вижу. Давайте его соберём. Ну и зарядное устройство. Зарядное устройство у нас на 9 А. Универсальное, способное заряжать аккумуляторы от 7,2 вольта до 18 вольт. Винты скрываются подножками. 2, 2. Сейчас их снимем и раскрутим. Открутили. Теперь вскрываем. Вот оно, зарядное устройство изнутри. Да, я забыл сказать, зарядное устройство с охлаждением. Вот здесь стоит вентилятор. Теперь будем его собирать. Вот мы его собрали. Проверяем. Всё работает. И, как всегда, в конце пару слов об инструменте. В первую очередь хочу сказать, кому он подойдёт. Ну, для дома, я думаю, смысла его брать нет никакого. То есть, там можно спокойно дома, в домашних условиях, обойтись сетевым перфоратором. А вот кто занимается монтажом окон, монтажом дверей и тому подобного. То есть, я бы рекомендовал бы. Тем более, аккумулятор подходит также к шуруповёртам Makita. Ещё, что бы хотелось сказать. Сейчас тут стопудово найдутся люди, которые начнут писать. А что ты там не посверлил? Насколько времени хватит аккумулятора? Ну, то есть, понимаете, есть такой момент расплывчатый. То есть, какой бетон, какой кирпич, какой диаметр бура. Ну, я считаю, есть отзывы в интернете. То есть, люди просто, там, монтажник один смотрел, до того, как готовил это видео. То есть, рассказывал, насколько ему хватает, там, шестёркой сверлить стены кирпичные. Я не буду загонять саморезы в своих обзорах. Или сверлить, или что-то ещё такое делать. Для этого есть, там, дрель для дыр, там, ещё что-то там, такие-то каналы. То есть, где они загоняют это всё, там, какие-то характеристики снимают. Я вам показываю, как эта техника устроена внутри. И говорю, подчёркиваю, говорю, в своё, лично своём мнении. Всем, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал. Ещё раз вас с праздником. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok